Аватар – вселенский аспект абсолютной истины Да, Иисус, может быть, был единственный путь в свое время, при определенных обстоятельствах, когда есть никого, кто имеет знание о Боге, и пришел Иисус и дал информацию о Боге. Да, в этом контексте Иисус – это путь, но это не означает, что Иисус – это единственный путь во вселенском контексте. Как, например, мы должны учитывать, что Бог вечен. Много других личностей в разных местах, при различных обстоятельствах, в разных местах приходили и говорили о Боге. Вы не можете полностью пренебрегать ими. Считать, что Иисус – это единственный путь вечно – это ошибка. Буруже, вы могли бы что-нибудь сказать об Аватаре, концепции Аватары? Бог – это Верховная Личность. Он – источник всего творения. Он – Верховный Поддерживающий. И есть бесчисленные живые существа. Они считаются Его детьми. Некоторые из живых существ в духовном мире, некоторые здесь, в материальном мире. Те, кто в материальном мире, они считаются обусловленными. А те, кто в духовном мире, с Господом, они считаются освобожденными. Иисус – одна из таких освобожденных личностей, которая знала о Боге, и которая пришла из духовного мира, чтобы передать послание Верховной Личности Бога в этот мир. Вот почему Он считается дорогим Сыном Господа, Его избранным Сыном. Но это не означает, что у Бога только один Сын. Если мы считаем Бога Отцом, тогда мы должны признать, что Он – Отец всех живых существ. И, как я уже отметил, некоторые существа с Богом в духовном мире, а некоторые живые существа отвергли Бога и упали в материальный мир. Те, кто упали в материальную природу, те, кто забыли о Боге, они называются обусловленными душами. И они находятся под контролем материальной природы. А личности, такие как Иисус Христос, приходят и дают людям этого мира информацию о духовной реальности, информацию об истинной сущности, информацию о Верховной Личности Бога. Такие личности приходят время от времени. И не только, что эти святые, или мессии, или сыновья Бога приходят, неся послания к Господу, иногда Сам Господь приходит и передает это знание живым существам. Когда Господь Сам приходит, это называется аватар, или воплощение Верховной Личности Бога. Он приходит сюда, аватар, означает, что Господь не сходит сюда. Это называется аватар, или инкарнация Господа. У нас должна быть большая картинка. Мы не должны сужать это к сектантским концепциям. Мой путь – это единственный путь. Нет другого пути. Это будет очень по-детски, очень незрелое понимание абсолютной истины.